Всем доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики, гости канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня делаем очередной традиционный расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас. Использовать сегодня будем колоду Тару иллюминатов. Задумывайте, пожалуйста, вашего мужчину. И будем сейчас по нашему обычному плану смотреть, что же там меняется в его жизни. Выскочило что-то, да? Выскочил аркан принцессы мечей у нас из колоды. Оставим его. Тут могут быть какие-то сплетни, какие-то закулисные игры, обиды. Я имею в виду энергии, которые мне сразу почему-то показали, как комментарии выскочившие из колоды. А также здесь, конечно, может быть слежка. Человек здесь может за кем-то следить, может быть за вами. Может быть за кем-то еще другим. Собирать какую-то информацию. И эта информация вряд ли приносит ему удовольствие и радость. Ну, в общем, вот такие энергии сейчас нам продемонстрировали. Давайте смотреть подробнее. Я надеюсь, вы сосредоточились на вашем мужчине. И давайте смотреть. Восьмерка мечей. Еще один аркан. Это уже у нас идет как фон расклада. Можно, так сказать, общая энергетика сейчас в его жизни. Это аркан восьмерка мечей. По восьмерке мечей может быть очень много разных ситуаций, но все они объединены одним общим смыслом. Человек, этот мужчина, чем-то ограничен. Возможно, чем-то связан, какие-то обстоятельства его связывают. Но я вам сейчас объясню, о чем речь идет. Может быть, сейчас мужчина, допустим, приболел, лежит дома и, соответственно, не выходит из дому, к примеру. Так может быть. Может вообще кто-то в больнице находиться. Кто-то в каких-то спецучреждениях может находиться. У кого-то этот аркан просто показывает, что у человека сейчас в его жизни период какого-то ступора, бездействия. И причем он как бы связан здесь по рукам и ногам. Он не может по какой-то причине действовать. То есть есть какие-то причины, которые его вот таким образом нам демонстрируют сейчас. В общем, я не буду глубоко вникать сейчас в этот аркан, потому что это всего лишь комментарий, всего лишь фон расклада. Но что-то в этом плане здесь у этого мужчины происходит. Какие энергии уходят из его жизни? Какие энергии, наоборот, входят в его жизнь сейчас? Как он проявляет себя сейчас, этот мужчина? И что происходит в его жизни? Здесь у человека идет борьба за его пентакли, во-первых, и причем неуспешная борьба. Могут быть, извините за грубое слово, какие-то обломы в финансовом плане. Может быть, надеялся на какие-то деньги, на поступление денег. Или, может быть, надеялся на то, что сейчас у него более удачно, успешно дела финансовые пойдут. Или сделка какая-то, или еще что-то в этом плане. Но не получается. И вы знаете, о чем здесь идет речь? О том, что он это заслужил, в принципе. Не слишком ли самоуверенным был? Не слишком ли много на себя брал? Всегда ли правильно поступал с людьми? Не манипулировал ли людьми, ситуациями? То есть здесь есть его вина однозначно, причина. Давайте не будем говорить вина, но причина в том, что по финансам у него сейчас неблагоприятная такая пошла энергетика. Он за что-то борется, что-то кому-то доказывает, пытается как-то там свое место под солнцем занять, свой куш срубить, сорвать какие-то деньги. Вот что-то в этом плане у него происходит. Тяжело ему это дается, и пока он не получает того, на что он рассчитывает и надеется. Так вот Аркан Страшный Суд ему говорит, а ты вообще подумай о своем поведении? А всегда ли ты был честен? Всегда ли ты поступал правильно с моральной точки зрения, с этической точки зрения? Потому что если ты поступал неправильно, а чего же ты тогда ждешь? Ты ждешь, что тебя сейчас вселенная вознаградит золотым дождем с неба? Получай по заслугам. Здесь идет вот так. И энергии уходят в прошлые энергии действия, активности, а приходят наоборот, тупика, ступора, непоняток каких-то. То есть даже если его колесница как-то ярко, мощно двигалась какое-то время, то сейчас она или остановилась, или приостановилась. Ну в общем, что-то вот в этом плане происходит. У человека какой-то ступор сейчас. И идет речь о материальных делах. Ну еще может быть карьера, работа, что-то вот в этом плане. Так что энергии сейчас вот такие мне показали у этого человека. Мы смотрим вчера, сегодня, завтра, плюс-минус еще какие-то периоды. Так что это могло быть в его недалеком прошлом. Может происходить прямо сейчас или же будет происходить в ближайшее время. Давайте смотреть мысли о вас. Думает ли о вас этот человек сейчас? Да, Аркан Иерофант, конечно, думает. И неважно, какого уровня у вас отношения, какого плана у вас отношения, но по Аркану Иерофант это хорошие мысли, правильные, светлые. Я даже вам скажу, знаете, какие духовные. Не надо думать, что здесь мужчина о вас думает, как монах-целебат. Не в этом дело. Нет, просто он думает о том, какой вы человек хороший. Мысли по Аркану Иерофант это о том, что вы высокодуховный человек. Вы человек, я очень часто говорю, человек по судьбе, потому что это кармически судьбоносный очень Аркан. А еще он может думать о различиях между вами, потому что по Аркану Иерофант очень часто бывают различия между людьми. Разные национальности, разная религия, разный возраст, разница в возрасте. Вы старше или вы моложе гораздо. Кто-то в отношениях находится, или вы оба можете находиться в отношениях. То есть какая-то семья здесь имеет значение. Кто-то полненький, кто-то худенький, кто-то, может быть, гораздо выше по социальной лестнице находится. Но, в общем, очень много может быть здесь вариантов различий, и об этих различиях он может думать сейчас. Кто-то из ваших партнеров может думать о браке с вами. Если вы его жена, к примеру, то он в этом плане у вас и думает, что да, вы действительно его жена, вы его надежный тыл, вы вот тот самый настоящий человек в его жизни. По Аркану Иерофант это так. Если же вы с ним не в браке, он может думать о том, что он, возможно, хотел бы с вами этого. Если же ваш мужчина женат, допустим, он может думать как раз об этой ситуации, что он женат. Но в таком случае он думает о том, что вряд ли он из семьи уйдет. Вот так. Еще мысли. Все хорошие, светлые, все красивые мысли, девочки. Несмотря на то, что мужчина, ну, очень, очень, очень подчеркнуто эгоистичный, человек, для которого он сам для себя, пуп земли, просто центр вселенной. Ну, это так, потому что у нас покрывается расклад, посмотрите, девятка и кубков, это он, вот такой он у вас, товарищ. Тем не менее, чувства к вам, конечно, здесь, я даже чувства скажу, потому что в мыслях вышел Аркан Чувств, Аркан Влюбленная, очень красивый Аркан Мир, можно сказать, вы для него целый мир. Девочки, сегодня мысли супер, просто шикарные о вас. Я знаю, что вчера у нас, позавчера выходили сложные достаточно расклады, которые показывали тяжелую ситуацию в отношениях, у кого-то расставания, там башни выпадали и десятки мечей и все остальное. Но здесь мы смотрим мысли, это независимо от ситуации между вами сейчас, и мысли вот такого порядка. Мысли очень красивые сегодня у вас. Эмоции, эмоции, какие этот человек сейчас испытывает. Колесница. Так и хочется сказать, сдерживает свою колесницу. Очень много, а в эмоциях нам показывают как раз Аркан. Аркан, обилие эмоций, мыслей, чувств к вам. Смотрите, семерка кубков, как много мыслей у него в голове о вас. Одна обгоняет другую, одна крашет другой. Не буду говорить, что тяжелее, хотя у многих здесь тяжелые мысли есть, потому что если между вами сейчас пятерка мечей, это Аркан врага войны, натянутых отношений, каких-то интриг, измен. Ну, в общем, сложный Аркан, когда между людьми нет взаимопонимания. Смотрите, у нас интересно так вышло, что первый Аркан пошел у нас колесница. Есть страсть, есть такие бурные эмоции в вашу сторону. И в то же время он их сам по четверке Пентакли сдерживает. Так же, как и негативные энергии по пятерке мечей, он тоже в себе в душе сдерживает. Старается их не испытывать негативные эмоции и не проявлять. Но независимо от него, у него прям кипит в голове и в сердце, и в душе целый такой рой разных эмоций. Эмоции реально разные. Нам показывают разнообразные эмоции. То есть его кидает изо льда в жар. И вот просто колбасит конкретно здесь человека в эмоциях сегодня. Очень разные эмоции. Очень разные. Разнопланово испытывает сегодня этот человек. Что его волнует сейчас? Что его волнует этого мужчину? Принцесса Кубков. Ну вот как раз вопросы чувств, взаимоотношений, любви, какого-то любовного, приятного общения, а также некая женщина. Принцесса Кубков, любимая женщина. Здесь какие-то вопросы, связанные с этой женщиной, конечно, вызывают у него сейчас волнение. То есть здесь шершелифам. Здесь женщина. Что мужчина скрывает от вас сейчас? Может быть какая-то гуляночка где-то. Может быть какой-то флирт. Кстати, он это скрывает от вас. Общение такое на уровне флирта. Я не скажу, что здесь что-то глубокое, серьезное. Но вот это он может вам не демонстрировать. Что, возможно, он любит, в принципе, нравится противоположному полу и где-нибудь кому-нибудь там улыбается, пишет какие-нибудь словечки приятные. Это одна, один слой информации. Второй момент, вот тот, о котором я сразу сказала, может быть какая-то гуляночка, пьяночка, корпоративчик, что-то такое. Он от вас это скрывает. А еще он, знаете, что скрывает? То, что не хватает легкости в отношениях. Вот ему хочется прям легкости. Никаких драм, никаких выяснялок, ничего. Чтобы все было прям на лайте. Он хотел бы так. Получается или нет, здесь большой знак вопроса, но он этого хотел бы. Что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Что вы королева жезла в его сердце. Что он испытывает к вам жгучую страсть. Что он уважает вас. Что он считает вас женщиной, безусловно, очень привлекательной. И не только для него, а вообще прям подчеркнуто привлекательной, красивой женщиной. Активной, страстной, яркой, интересной. Но по сути, что вы знаете, она еще держит же у нас котика в руках. По сути, вы эдакая ведьмочка. Очень яркая, страстная, сексуальная, которая владеет его сердцем. Вот это он хочет вам сказать. Как у него дела дома? Атмосфера дома у него. Если вы живете отдельно, у вас разные дома, что у него там? Ну вот дома у него сейчас что-то происходит такое вот. Конфликтно, непонятное. По первому аркану не зря выскочила принцесса у нас там мечей. Потому что принц мечей это приблизительно то же самое. Могут происходить какие-то конфликты. С кем-то может ругаться, ссориться, выяснять отношения, за кем-то наблюдать, следить. Может быть даже сплетничать или сплетни о нем. У него за спиной происходят. В общем, это достаточно такой аркан. Достаточно сложный. Именно конфликтная энергетика идет. Теперь будет вопрос у нас следующий. Этот мужчина думает ли о вас, когда просыпается, засыпает? И что думает? Когда просыпается утречком. Есть ли мысль о вас? Да, я ее люблю. Глазки открыл утром. И первая мысль, она моя любимая. Это туз кубков. Да, есть, конечно, да. Так что с утреца первая мысль о вас, и она такого плана. Когда засыпает? Сейчас башню нам покажут, нет? Нет, слава богу. Шестерка Пентакли. Как я нуждаюсь в ее энергии. Какая она хорошая. Какой она щедрый человек. Какой она хороший человек. Как она правда меня балует. Наверное, никто и никогда меня так баловать не будет. Ни вниманием, ни эмоциями своими, ни любовью своей. Просто прекрасный человек. Вот такие мысли о вас. Такой щедрый меценат. Вот прям. Очень хороший аркан. А в течение дня позволяет ли он мысли о вас? Но в течение дня он, даже если бы и не позволял мысли о вас, у него ничего не получилось бы, потому что это аркан дьявол. Потому что вы здесь оба привязаны, прикованы конкретно к постаменту, на котором сидит эта сущность. Причем тут такой мачо прям брутальный. Аркан дьявол. А он и не может избавиться от мысли о вас. Даже если бы и хотел. Здесь нон-стоп. 7 на 24. Здесь мысли постоянные. Поэтому думает ли в течение дня? Конечно. Слушайте. Но у вас или здесь какое-то налаживание пойдет отношений, или может быть нам просто показывают истинное отношение к вам, несмотря на те сложные арканы, которые мы видели в предыдущих раскладах. Здесь вот так. Сегодня выходит так. Давайте теперь посмотрим, говорит ли он с кем-то о вас. И если да, то что? И говорит, и нет. Когда-то временами, я бы так сказала, бывает, если есть с кем говорить. Я так вам скажу, если не с кем говорить, допустим, у нас нет общих знакомых и в принципе не с кем там пообсуждать что-то, то значит, он этого и не делает. А вообще тут как бы временами он говорит о вас. Да, действительно, говорит, может говорить. Но говорит какие слова? Давайте посмотрим. Много слов не позволяет себе о вас. Очень сдержанно. И больше тут будет, знаете, о чем? Если проблемы есть в ваших отношениях, расстояние, отношения, какие-то препятства, еще что-то, вот он может говорить об этом с кем-то. Так, теперь будет вопрос, следит ли за вами, интересует ли его ваша жизнь вообще? Его очень интересует то, что происходит в вашем доме, в ваших отношениях. Если есть семья, что происходит в вашей семье, допустим, вы замужем, к примеру, или же там с вашими детьми, в вашем доме, ваше благополучие. Вот что в вашей повседневной жизни происходит, именно связанное с вашим домом, отношениями и людьми, которые вокруг вас? Это его интересует. Так, теперь вопрос, если вы в расставании с ним сейчас, хотел бы он вас вернуть, этот человек. Если вы на паузе в расставании, хотел бы он вас вернуть. Знаете, здесь для него, для самого это вообще загадка. Чувство к вам, влечение такое, очень сильное к вам. Он считает, что вы очень, очень сильная женщина энергетически, не зря сказала ведьмочка. Что-то в этом плане здесь есть точно. И хотел бы он вас вернуть. По аркану, верховная жрица, нам карты Таро даже не хотят давать ответ на этот вопрос, потому что вы и сами знаете, вы чувствуете. Ваша интуиция настолько велика, настолько развита, настолько сильна, что вы сами прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Поэтому нам не будут сейчас его озвучивать, карты Таро. Но знаете, что он вас считает верховной жрицей. Женщиной с глубочайшей интуицией, с особыми энергетическими способностями. Женщиной очень мудрой. И женщиной, которая, в общем-то, даже имея здесь очень-очень колоссальное влияние на ситуацию между вами. Больше здесь будет ответ, конечно, да. Конечно, он хотел бы, скорее всего, вас вернуть. Но вот я не буду вам четко отвечать, потому что этот аркан закрывает ответ на вопрос. Теперь можно ли от него ждать каких-то действий в ближайших перспективах? Он от вас ждет действий здесь в ближайших перспективах. И знаете, что... А давайте сейчас спросим, а стоят ли вам вообще эти действия делать первый шаг? Стоят ли вам? Очень сильно подумать. Очень сильно. Кстати, здесь три дамы вышли. Очень многих здесь есть кто-то еще в вашей истории. Другая женщина. Я не буду говорить, что это там любовница или жена, или еще какая-то женщина, с которой он в отношении. Это может быть и мама, может быть и влияние дочери, может быть влияние подруги, коллеги, начальницы, с кем он в каких-то отношениях более или менее доверительных. Но здесь есть какая-то женщина. Причем, даже, возможно, женщина, о которой вы или не знаете, или вообще не все знаете, не знаете о, так сказать, степени влияния на него, этой женщины. Если вы хотите сделать первый шаг, то здесь очень-очень-очень-очень трезво и серьезно нужно обдумать, каким будет этот шаг. Никаких эмоций. Королева мечей никогда не будет действовать на эмоциях. То есть, если вы примете решение действовать, делать первый шаг, ну, это ваше право, пожалуйста, но знаете, что ни в коем случае не на эмоциях. Я не буду говорить, что здесь стоит сделать первый шаг. Вам наоборот говорят, семь раз отмерь и один раз отрежь. Так что, тут вообще сейчас вот все эти карты показали нам, что вы вообще знаете ответы на все свои вопросы сами. Вы, конечно, сейчас смотрите этот расклад, ищите какие-то ответы на свои вопросы, но на самом деле ответы все внутри вас. Вам даже, возможно, второй не могут сказать всего того, что вы знаете сами, что вы знаете даже гораздо больше. Вот так. Теперь вопрос, как вам лучше себя вести с этим мужчиной сейчас? Как король мечей? Показали королеву мечей, король мечей. Отлично. Вообще здесь, конечно, парочка. Но вот эта энергия, она вся в вашу сторону идет. То есть и королева мечей, и король мечей. Если королева мечей, это достаточно жесткая, здравомыслящая дама, то король мечей, это еще более жесткий персонаж. То есть вам нужно очень сдержанно вести себя с этим человеком. И даже, я не побоюсь этого слова, прохладно. Скорее всего, чем прохладнее, отстраненнее, как-то вы себя ведете, спокойнее, тем больше это человека, вашего мужчину, будет заводить и возбуждать его воображение. Так что вот так. Очень, очень взвешенно. Выключайте эмоции, включайте разум. Все пропускайте через голову, каждую свою эмоцию. Вот так. Если этот человек уже появился, если этот человек уже появился в вашей жизни, а вы были на паузе, для чего? Какие истинные цели его? Общаться хочет с вами? Хочет он, им не хватает вашей энергии, не хватает вас. Здесь, в принципе, такие искренние желания. Я не могу сказать, что что-то прям глубинно серьезное, что придет и вам там предложение руки и сердца сделает. Но то, что хочется общения, нам показывает, общаться хочет с вами. Хочет. Недостаток общения с вами, вашей энергии, хочется ему, как раз вашего ресурса побольше. Так. Что еще не спросила? Хочет ли этот мужчина, чтобы вы сделали первый шаг? Ждет ли он от вас первого шага здесь? Король кубков. Ну, вообще-то да, он ждет. Но дело в том, что он прекрасно понимает, что первый шаг должен сделать ум. Это мужская энергетика, причем теплая, мягкая, эмоциональная, приятная, любовная такая, светлая. Так что, что он там хочет, это пусть хочет, но он сам прекрасно понимает, что первый шаг здесь должен делать он. У него это понимание есть. Так, теперь, по-моему, я все спросила, если что-то упустила, извините, пожалуйста, не обессудьте, задам вопрос в следующий раз, значит, тогда. И сейчас будет вопрос для тех, у кого... А! Да, да, все правильно. Теперь будет вопрос для тех, у кого есть соперница. Только для тех, у кого есть соперница. Соперница нет, не смотрим этот вопрос, выключаем расклад. Это заключительный вопрос расклада. Что у него с соперницей сейчас? Смотрите, как... Одни пентакли, одни пентакли. Можно сказать так, немножко как бы... Сейчас еще посмотрю. Во-первых, здесь есть другой мужчина, однозначно, в этой истории. То, что есть вы, соответственно, здесь скорее в вашей ситуации не треугольник, а четырехугольник. Потому что эта женщина, такое впечатление, как будто у нее сейчас настал... Знаете, как баба-ягодка опять? Вот что-то в этом плане. Я не знаю, сколько ей лет, 45 или 25 или 60, неважно. Но женщина кому-то нравится, какому-то другому мужчине. Здесь мужчина этот есть 100% абсолютно. Может быть, даже и не один мужчина ее окружает. И я не буду говорить, что она с ним в отношениях, да, с этим мужчиной или мужчинами. Но у нее сейчас большое желание флиртовать, нравится. И как бы она, знаете, вот расцветает в этом своем желании, в женственности. и смотрит как раз вот в сторону этих людей. То есть не в сторону вашего мужчины, а туда. И я вам так скажу, что мужчина, может быть, даже и не сильно злится по этому поводу. Он знает об этом, он видит это. Но он даже сильно не злится, но на душе плохо. Ему это не нравится. Это могут быть мужчины, если она работает, допустим, это могут быть коллеги, к примеру, на работе, или же просто какие-то там их знакомые общие, к примеру, потому что мужчина явно здесь в теме. Ваш мужчина, он в курсе происходящего. Я не вижу, чтобы он здесь сильно ревновал, чтобы там еще что-то в этом плане было. Но ему это не нравится. Тяжело как-то, ему неприятно это на душе, что она оценивает и других мужчин очень даже по достоинству. Вот мне показали это. А еще у части аудитории, у большой части аудитории здесь будет так, что, возможно, она хочет какую-то сделать для себя покупку, крупную покупку, и прям настаивает на этом. Но, в общем-то, на это есть и средства. Может быть, она даже и сама их заработала, эти средства. Если даже и нет, то, значит, из их общего бюджета она хочет эти средства выцепить, так сказать. А мужчина ваш не хочет этого делать. Он как бы приостанавливает эту ситуацию, ее желание, как-то вот пытается не допустить, чтобы эта трата денег произошла. Или она для себя что-то хочет, или, в принципе, какую-то крупную покупку хочет совершить. Но он не хотел бы, чтобы это было прямо сейчас и как-то откладывает на потом. Так что здесь два направления информации. А вообще, как между ними эмоциональная сейчас ситуация? Нехорошая. Это тройка мечей. Вот. Так что треугольник, четырехугольник и все остальное дает о себе знать, безусловно. И вообще, конечно, это очень сложный и очень тяжелый аркан. Так что эмоциональная сфера у них в плохом состоянии, в нехорошем. Сказать тут просто и добавить даже нечего. Арканшут. Вам идет как совет сейчас. Я так задумала, что на дне колоды будет совет вам вообще. На что обратить внимание сейчас? На новый путь, на обновления, на какие-то новые энергии в вашей жизни. Вам нужно что-то, какой-то ветер перемен, глоток свежего воздуха впустить в вашу жизнь. Отвлечься. Может быть, как-то легче отнестись к ситуации с этим мужчиной, да и вообще ко всему, что происходит в жизни. Отпустить прошлое, отпустить какие-то обиды, переживания, страдания, блоки, комплексы, все, что вас тормозит в жизни. Новый путь, идти вперед. Кстати, еще знаете как? Поэтому Аркану, если вы хотите рискнуть, допустим, начать что-то новое, новое какое-то предприятие, перейти на другую работу или вообще чем-то новым заняться, это прекрасный период прямо сейчас для вас. используйте этот шанс. Вот такой получился расклад у нас сегодня. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю, желаю всем счастья, любви, гармонии, вдохновения, добра, света и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, мои дорогие. Пока-пока. До следующего расклада.